Вот за это нам ничего не будет Там вот Только поржать могут вместе с нами В их лесах имеют обыкновение нападать скопом Это жестокие и опасные твари А долетик может только Следует рисковать Нападая на колонию троллей Это древние Ты че дурак что ли Коренастые полу люди В чьей крови пречется грязь Слизь снизить я не могу Лучше кракены Короче ладно Это просто нереально читать Это просто нереально читать Ребеншки Всем привет Добро пожаловать на прохождение Замечательной игрушечки Фейбл Аниверсари И это будет мое Не то чтобы сказать первое прохождение Я до конца ее не проходил И сейчас вот можно сказать освежил Воспоминания там Ну буквально все вот это обучение Первого прошел Поэтому сейчас не так сильно буду тупить Вот и Давайте эту заставочку с книгой посмотрим Больно музыка громкая как по мне Вот здесь она вроде потише Так последний сеанс Сейчас мы тогда Секунду Вот Сейчас мы это все тогда удалим Че Вот это конечно че Это прям пипец Вот и создаем нового героя Курощупа нашего Я не знаю По-моему никак нельзя поменять Поменять Доброе Будем Курощупом Так Насчет Настроек Блин здесь так неудобно Просто кошмар Ну сразу видно что Игра под Консоли Поэтому Уж ничего не поделать Так Параметры Ну в принципе Все у нас здесь Высоко Ультра все стоит Смотрел уже нормально Вот Камера в игре Правда я не знаю Стандартная какая-то Инвертированная И стандартная А Ставим стандартную Так Все Остальное тогда пойдет Еще назад надо Нажимать Не escape Backspace Это просто кошмар Так Тогда получается Какой черт Продолжить игру А ну вот Новая игра Буду я Наверное Проходить за мага За чистого мага Мне охота попробовать Я думаю Так будет посложнее Потому что Оружие здесь Просто имба Имбище А магии Особенно в самом начале Очень трудно Поэтому мне охота Помучаться Не А может быть Какого-то лучника Мага сделаю Еще вот так Попробую Но хочу попробовать Чистого мага Так Погнали Особо Рассказывать тут не буду По созданию персонажа Потому что В принципе Тут до создания Еще долго Да Вот И гайд Не то чтобы нужен Я думаю Вы смотрите как Красиво Пропадает Вот Потому что Особо Разнообразия нет Есть только Небольшая механика Ей будем пользоваться Ладно Погнали Будем играть на героя Вот Потому что Она без сохранений Блин Как здесь неудобно А как Влево-право А во Цыпленок и герой Конечно же на героя Воскрешалка нам не нужна Будем С контрольных пунктов Загружаться Поэтому Поперли Классно здесь сделано Глубоко В лесах Альбиона Притаилась Деревенька Оуквейл Нетронутая Временем И войнами Здесь жил Один мальчик И его семья Мальчик Мечтавший О славе О том Чтобы однажды Стать героем Порой он представлял себя Благородным рыцарем Или могучим волшебником А временами Видел себя Воином зла Но сколько не мечтал Он и представить себе не мог Что за судьба Была уготована ему На самом деле Эй Просыпайся Опять Замечтался Что ли Весь мать Вечно в облаках Витаешь Пошел бы лучше Сестру Поискал Что ли Она играет У ворот На холмовом поле И забыл И еще ничего Не подарил На день рождения Только не говори Что забыл Про подарок На этот раз Сынок Я тебя спасать Не буду Я лучше Дам тебе По монете За каждое Совершенное Тобой Доброе дело Так ты быстро Соберешь на подарок А теперь Ступай И веди себя Хорошо Да Поэтому тут уж Никуда не еться Так Будем играть Я наверное Не буду тут Рассуждать Все прекрасно Все знают Что здесь Можно играть За доброго За злого Мы будем играть За доброго Я хочу Отыграть Доброго Мага Вот И давайте Для начала Так Блин Я не помню А Можно вообще Сохраняться По моему Здесь По моему Здесь Нельзя вообще Сохраняться На F5 Типа знаете На обязательно Вот так Просто Отвратительно Так Ага 15 день Месяца жатвы Мама снова ушла Опять не сказав Куда По моему Отец Печатится Когда она уходит 18 день Месяца жатвы Вчера мне снова Приснется кошмар Я была в большом комнате Из центра Который бил Ослепительный свет Казалось Меня вот-вот Затянет у него Я не смогла Разглядеть Что было В самом центре Комнаты Но думаю Мне не хочется Знать Мне приснился Еще один сон Я открывала Подарки На день рождения Была очень рада А потому что А потом что-то Произошло Что-то жуткое И я проснулась Кажется Это был просто сон Сегодня мой день рождения Готова спорить Братья снова О нем забудет Но зато мама Наверняка будет дома Я встала пораньше Чтобы полюбоваться морем А теперь собираюсь Поиграть в поле Это Квартира Дом Нашей семьи И это Нашей сестры Короче Книжка Так Так В шкафу Полно старых одеял Окей Ой-ой-ой Извините пожалуйста Тут кстати Бочки еще нельзя Бить Потому что Бить бочки нельзя Потому что Будут все агриться На нас Это просто пипец Для меня Это был конечно В самом начале Шок Просто кошмар Это книги твоих родителей Выглядит они скучновато Ну не сказал бы Я книги люблю Вот И Как-то так Как-то так Поэтому В надежде что-либо получить Бочки мы в городе не бьем Зато можем бить Ха-ха Вот за это нам Ничего не будет Там вот Ха-ха-ха Только поржать могут Вместе с нами Хорошо Хорошо Богущественный Курощуп в деле Так Ну давай Девочка Что там Ой Я потерялся Я его оставила А где Не помню А ему надо Заплатку поменять А я не могу Его найти Помоги А Ози Это Такой Плюшевый Мишка С синей Заплаткой В общем Нам надо Мишку найти Я не помню Где он Уже не помню Где-то По квесту Так За этим домом Я точно помню Там эти Лоботряс Там обжимаются Нам надо будет Туда попозже Сейчас Исходим Не прям попозже Камера здесь Конечно Просто эпилептики Извините пожалуйста Ух Просто жесть Постараюсь как-нибудь Поаккуратнее Вот это максимум Что можем отодвинуть Привет Я торговец Брожу по свету Покупаю да продаю Всякие товары У сына у него конечно огонь Особенно для таких Славных ребят Одна девочка сказала Что у тебя есть сестра И у нее сегодня День рождения А подарка у тебя Еще нет Как я вижу У меня случайно Имеется весьма чудная Коробочка конфет Улыбка на лице Любой сестры Гарантирована Причем всего За три монеты Мне кажется Он в сговоре С моим отцом Хитрая рожа Купить конечно Боюсь сынок У тебя финансовый кризис Я прошу всего Три монеты А как твоя Сестрица Обрадуется Помнишь Отец тебе сказал Что заплатит За твои добрые дела О Все подтвердил Он все подтвердил Теперь я знаю С кем он имеет дела Так Это самое главное Надо сделать Вот видите Все меня поддерживают В смысле Так вот Это тетка Первый квест Право слово И где это мой муж Бездельник шляется Небось с бабой Какой нибудь Я ему дом Содержи Детей расти А что в ответ Получаю Кукиш Если ты его найдешь Скажи мне ладно Да Сейчас можно Либо его сдать Либо Много всего хорошего Так по моему Ой ой подожди Что ты сегодня будешь делать На правую кнопку Бегать быстро Да Вот Либо сдать Либо взятку От него взять Но так как мы играем За доброго Иди ко мне Моя тыкатка Беги себе Мы заняты Подожди Что Да я просто Я Впервые вижу Эту женщину Слушай сынок Не болтай об этом Идет Моя жена сидит дома А я должен быть на работе Но человек имеет право Делать что ему нравится Согласен Слушай-ка Если ты сохранишь Это в тайне Я тебе дам золотой То есть это самый простой золотой Который может заработать Так нет Бои Так Принять взятку Нет Только не говори моей жене Нельзя чтоб она про это узнала Не надо мне писать В комментариях Только ребятушки Что Можно и золотой взять И сдать его Вот Но когда мы золотой берем У нас Ну Плахаем Становимся Немножко Вот А мне вообще Это не охота И прийти Поэтому я По максимуму Если только случайно Как-то там задену Этого человека Да Там молнии Тогда Бог с ним А так Специально не буду получать И где это мой муж Бездельник шлянца Тем более В самом начале Это не особо На что повлияет Небось С бабой какой-нибудь Я ему дом Содержи Если ты его Так подожди Вот Да Вот как Так я его Оборотнем На корм пущу Сейчас побежит туда Спасибо что сообщил Юный сэр Так Ты совершил первое Доброе дело Поговори с отцом Чтобы получить наград Ну потом поговорим Так Сейчас она побежит По идее туда Погнали посмотрим Как она Ну погоди Доберусь я до этого хряка Сейчас Пойдем посмотрим Как она до него доберется Интересно Это как-то обыграет Ах ты подонок Надо было тебя Сразу отрезать Что? Что ты Репетировали пьесу Да-да Вот и все И не смей меня Оскорблять Права была Моя матушка Все Если ты думаешь Что я собираюсь Тебе жратву Готовить и тряпки Твои стирать Пока ты тут Со своей шлюхой Развлекаешься Головой прикольно Мотает Да кто она вообще такая Какая-нибудь девка Деревенская Помоложе меня Да Мы просто Репетировали пьесу Да-да Вот и все Ах ты подон Надо было тебе Сразу отрезать Все я понял Пускай там дальше Отрезает Погнали дальше Так нам еще надо Два добрых дела Сделать Чтобы две монеточки Получить Кстати А это девчулька Да это Так Я не помню А вот Тут у нас По-моему Этот Постарожить Пока он посыт Мужик Постарожить бочки Ящики Ох Вот хорошо то Слушай мальчик Сделай одолжение Мне Надо сходить Ну Знаешь По зову природы А ты постой Тут Постарожи склад Вот молодец Просто стой Между штабелями И с места не сходи Когда вернусь Отблагодарю Все Я ненадолго Я даже еще Не согласился Ты болван Сейчас мелкий Дрещ Ему на похаре бы Начистить было бы Неплохо А мой брат Говорит Что в бочках На складе Бывают Всякие Штуки Скорей Пока мужик Ходит Разбей его Бочки Погляди Что в них Если не боишься Если ты не трусишь Как девчонка Ну Пошли Что за поколение Пошел отсюда Мелкая дрянь Как тупой Вот посмотрите Это просто Меня вот так Выбисит Скучно Вот и пошел Отсюда Разве не лучше Чего нибудь Поломать Жопу твою Вицей Поломать Еще есть время Пока мужик Не вернулся Блин Такой назойливый Зануда Ты уже второй раз Говоришь это Пошел отсюда Может ему похарен Начистить Мне зла Дадут Я бы так Вот что из тебя Вырастет Сейчас бы В ухо бы Залепил бы Ему с размаху Прекрасно Спасибо малыш Ты мне очень помог Скажу твоему папаше Какой ты славный Сторож Ты совершил Хороший поступок Не забудь Рассказать немецу Окей Так все И сейчас По моему По моему Давайте вот Сохранимся По моему Кому можно Разбить эти бочки Ну давай Сейчас наверное Покажу И там будут По моему Эти Эти бочки Можно разбить Лево Так Примерно Лево Да Это все мы знаем Но не забудьте Эти бочки Чья то собственность Да То есть он Типа Ну зло Зло нам дадут Но там по моему Сидят эти Осы какие то Что то типа такого Ну ладно Разбивать не будем уже Вот Потому что В принципе Толку на обучение На этом нам Нет никакого От этих ос Так что Погнали дальше В любом случае Тут копеечки Самые копеечки Опыта Я в самом начале Пытался что то тут Выжимать Ну а потом оказалось Что это вообще Пипец Так подожди Нам тут разобраться Надо Чё тебе надо Не видишь Я соплю муть Он меня достал Играться с моей Сестрицей И ее дурацким Мишкой И не хочет мне Мишку отдавать Потому что я ему Башку оторву Я ему сказал Не будет служиться Я ему жизнь В кошмар превращу Так вот Сейчас мы отыграемся Вот так Все понял Не буду его трогать Только не бей меня больше Прикольно что тут Можно сейчас И вот этому Мелкому Спасибо Спасибо Слушай Присмотри за Мишкой Чтобы с ним Ничего не случилось Да Вот он Мишка Как раз Его и надо отдать Так Это понятно Вот Кстати говоря Можно сразу еще По харе этому Надавать Вот Но Как бы Смысла в этом Не вижу Так У нас три Хороших поступка И А это что такое Так Как там Блин Я забыл И Так Журнал Карта А как А как посмотреть Блин Короче Как-то посмотреть Вот это зеленое Это что такое Ну Вернее Я знаю Ну что там Аааа Там мне туда Потом надо Как раз К этой К сестре своей Но у нас подарка нет Там по-моему Сразу все И завертится Весь сюжет Поэтому погнали Молодец Сын Вот тебе награда За добрые дела Возьё большой Водинки Итак Тебе хватит денег На подарок для Терезы Хватит Все Погнали Так Куда Карт Порпала Так Еще Мишку Надо отдать Это все Оп 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 Так Вроде как Да Тебе повезло Конфеты Еще не купили Скорей Давай сюда Три золотых И они твои Вот как крыса То Изволь Юный сэр И поздравь От меня Сестру С днем рождения Так Продолжим Все Купили И теперь Надо еще Мишку отдать Правда Прелесть Где она Она Фига Что-то у них тут За трио Собралось Отдать Ты нашел Руси Большое Спасибо Рубей Пойдем Лози Поменяем тебе Заплатку Так Это все окей И у нас Получается А мы Слушайте У бати Еще одну монетку Можем попросить Каждая монетка На счету Какой милаш Это надо Это надо Раз есть Я думаю Что он еще Одну монетку Нам даст Кажду монетку На счету Это Как это Как это так Кстати У нас там еще Второй этаж Что ли есть Молодец Сын Вот тебе Награда За добрые дела Я смотрю Ты наконец Купил сестре Подарок Ну так Иди И подари Его Да А где у нас Проход на второй этаж Я не помню А это у нас Псевдо второй этаж Что ли Ёперный театр Ладно Так Все побежали Получается Мы тут все Выполнили Пошли к сестре И там сейчас Все завертится Закрутится И начнется Как раз таки Обучение Героям Нашим Я тут по сюжетке Точно Не сильно помню Что там Но вроде как Мы Непростой какой-то Герой Что-то там В общем Как эта шляпа Происходит Вот Будем вместе Да-да-да Извини Что я тебя ночью Разбудила Мне опять Снился страшный сон Как будто Я играю тут На поле А потом Что-то случилось Но я не помню Что Хотя это ерунда А вот подарка Я еще не получила Обойдешься Я знала Что ты мне Подаришь конфеты Я знала Что я обойдусь Подаркой Пойдем домой Мама может С минуты на минуту Появиться Так И сейчас Как только мы выйдем То начнется Ну тут вроде Больше Я забойдем домой Ты Подожди Мне тут вот надо Ничего Интересно совершенно Но ничего нет Ладно Как только мы выйдем То Подожди Что-то не так Разбойники Вот и сказка Они здесь Тебе надо спрятаться Готовь Вот такая вот жесть Зло Пришло Вову Квейл Разбойники С огнем И стали Сжигавшие Рубившие Все На своем пути Ночь Ночь озарилась Кровавым пламенем Люди кричали И молили О пощаде И вскоре Улицы были Завалены Телами И вот Нападавшие Нападавшие Дошли До последнего Дома Где жила Семья Нашего Мальчика Его То и искали Жестокие Убийцы Отец Встал На защиту Своих Родных Но не был Он воином И пал Смертельно Раненый Разбойники Перевернули Весь дом Но мальчика Так и не нашли Его Мать и сестра Молчали Несмотря на Все пытки И угрозы В результате Злодея Увели Обеих С собой Спрятавшись В лесных Зарослях Мальчик Смотрел Как вся Его прежняя Жизнь Обращается В пепел Он остался Один Дела Вот Нас Каким-то чудом Не заметили Вот Кстати говоря Кстати говоря Это Так Блин Я не понял Как подсвечивать Получается Подсвечиваться Это уже Третье По-моему Переиздание Или второе Переиздание Было сначала На Плейстейшн По-моему На консоли Потом Было Lost Chapters Какая-то Серия Переиздание А сейчас Аниверсари Вообще Сделали Последнее Вроде как Самая хорошая Графика Не знаю Насчет графики Больше Стилизация Наверное Чем Графика Тут Но Как-то Так Как-то Так Сейчас Тут еще Куча Заставок Будет И Потом Уже Мы Будем В Академии Нужно Уходить Тут Небезопасно Они Все Мертвы Ты Ведь Не Хочешь К Присоединиться Тогда Дай Мне Руку Вот И Собственно Галя Нас Забрали Вот Этот Как Назад Ты В Академию Я Думал У тебя Желудок Покрепче Идем Побереги Силы Мальчик Не со Мной Тебе Нужно Драться Ты Может Этого Не Понял Но Это Я Спас Твою Жизнь В Уквейли Тебе Больше Делать Нечего Если Ты Остался Там Погиб Б Вместе Со Всеми Идем Со Мной Идем Со Мной Меня Зовут Мэйс Я Глава Гильдии Героев Ты Должно Быть Слышал О ней Во Во всем Альбионе Ты Не Найдешь Места Безопаснее И Роднее Если Же Тебе Нужна Месть Только Мы Сможем Помочь Тебе В Этому Вот Интересно Да Философия Ушли Я Представлю Тебя Наставнику Дальше Он Будет Заниматься Твоим Воспитанием Что Не Обязательно Быть Добрым То Здесь И Злые Могут Быть Вот Это Прикольно Герой Это Не Значит Добрый А Герой Это Просто Типа Я Привел Тебе Нового Ученика Отведи Его Наверх В Комнату К той Девочке На мой Взгляд На Будущего Героя Ты Не Похож Но Мейс Наверное Знает Что Делает Что Ж Иди За Мной Надо Сейчас Все Книжки Прочитать Потому Что Потом Вроде Можно Сдать Куда Будет Или В Какой-то Приют Или Что То Такое Я Помню Комната У вас Будет На Двоих Суиспер Одной Из Лучших Наших Учениц Утром С ней Познакомишься Сейчас Она Пошла В лес Поиграть Пока Что Тебе Нужно Поспать Учеба Начнется Завтра Блин Вот Субтитры Со Звуком Не Совпадает Прям Диссонанс Дикий И Виспер Это Шепот Почему Не Назвать Шепотом Нет Виспер Обязательно А Мейса Там Что Булава Получается Пора Вставать Это Ты Что Ли Сосед Мой Мелковат Что Меня Звать Виспер Я Тут Уже Месяц И До Сих Пор У Меня Была Собственная Комната Хотя Ладно Ты Знаешь Что Ты Во Сне Разговариваешь Да Такое Все Огромное Да Какое Там В стиле Варкрафта Что Ли А Что Такое Мне Мне А Сундуки Кто Осматривать Будут Что Мол Мне По Мол Я тут Еще Побег Наверное Наставнику Надоело Тебя Ждать Нас Уже Ждут На Тренировочной Площадке За Ручьем Пошли Ты Подожди Дайте мне Управление Там Еще Толпа Эти Она Она Пойдет За Мной Вот Ты Смотри А Какая Будет Слить За Мной Ее Специально Наняли Чтобы За Мной Наблюдать Так Тут Нам Надо Обязательно Все Вот Это Осмотреть Потому Что Тут Совершенно Ничего Интересного Во Три Хайку Мико Сказителя Так Аш Аш Подожди Это Н Наверное Да Н Ужасно Красна Несчастных Чертогов То Дубовый Дол Была Двойной Лимак Изберешь Ты Свой Путь И Форму Бороды Дреблят Клинок На крови Теплой Ага Понятно Я Все Бонял Но А раз Это Большие Спальни Хорошо Что Мы Тут Не Живем Тут Плохо Пахнет И Смотрите А И Пошли Типа Не Проделах Пипец Стремно Тут О Смотри Они Не Заправили Кровати Беспредельщики Так Ничего Нельзя Что Ли Так Карта 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 Ага Какая Странная Карта Ни С кем Поговорить Еще Нельзя Кти О Так Совершенно Ничего Интересного По-моему Даже Не Сейчас А Потом Попозже Будет Больше Книг Здесь Так История Максли Каждому Известно Что Хабы Существа Глупые Хотя Попадаются Порой Среди Попадаются Среди Тех Кто По мне Макси Был Как раз Таким Хабом Ему Надоело Питаться Сырым Мясом И спать В ручьях И он Решил Попытать Щастья В мире Льдей Он Убил Чё Такое Угомонить А как Перематывать А он Самой Аааааааа Помогите Чёрт возьми Так Пу 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 Данные Господи Как неудобно Всё История Макси Так Хотя Макси Как раз был таким хобом Ему надоело питаться сырым мясом и спать в ручьях И он решил попытать часть имбиры людей Он убил одного вельможа, усточил его одежду Он надел на себя и отправился вверх по дороге в Глушвиль Томашние люди похвалили его прекрасный наряд Но когда он им ответил радостно Только хобового ворчания Оно-то его и выдало, стражники убили Макси А Вообще отвратительно Я последний раз читаю, больше не буду читать Потому что они Никак их не почитать Реально, то есть он сам вот Тамошние люди похватили его прекрасный наряд Но когда оно-то его выдало И убили Макси, а голову его насадили на пику Так что если уж этот круглый идиот Лучше тебе молчать в тряпочку, чем разъявить рот Чтобы каждый в этом убедился Да Конечно, управление, мама не горюй Не управление, а интерфейс Отвратительный Так, мы вот здесь можем выйти Но там у нас еще, по-моему, какие-то были Эти штучки Нам надо обязательно все книжки найти здесь Не знаю зачем, но Что-то, что-то, в смысле зачем Чтобы спалось нормально О, тут хорошо зашло А, подожди, это наша комната А, нифига не наша Знак криндона какого-то Вот так вот Татуировка на грудь Криндоны Древний орден убийц Которые днем ведут обычную жизнь Татуировщик можно носить в это изображение А что он дает, интересно Так, ничего интересного Вот так вот, какой-то криндон нам Так, тут что у нас Ральф был героем Сражавшийся искусно и бесстрашно Лицо его было бы кратно боевым шрамом Так, что ни одна женщина не взглянула бы на него Пав отчаянию, он ограбил древний дорогой дом Великолесье и купил дом А заодно целую кучу подарков Женщины сами падали к его ногам И в конце концов он избрал самую прекрасную Чтобы на ней жениться Слишком поздно понял он, что женщине Чую расположение так легко завоевать Дорогими домами и подарками Не стать хорошей невестой Тогда Ральф отрубил ее прекрасную голову И размахивал ей как трофеем Так и родилась в выражении Трофейная жена Господи, во что я играю? Жесть какая-то Это сказка же должна быть, не а? Типа веселое Приключение Какой-то мужик Отрубил голову бабе какой-то Начал махать ей Что за дичь, блин? Обалдеть Так, вот это да Вот это вот я зашел удачно Во время древнего королевства Люди толпом бежали из Альбиона Спасать от боли и ненависти Лодки погадали его берега В войсках лучшей участи И в одной из одной такой кучки беглецов Поезло найти райское место Тепло море, пальмы, кораллово, пески Малин себе местные жители Приняли беглецов с почестями На корме или помогли обустроиться Но жители Альбиона Принесли с собой страшную болезнь Насморк Насморк? Погибешу почти всех островитян Переселенцы, не умевшие Не выращивать местные плоды Не ловить Не ловить Рыбу не охотится на дикой кур Смени выбрали от голода Но те немногие островитяне Что остались живых похоронили Мертвецов И отстроили свой маленький рай заново Но на этот раз Обнесли его надежной оградой Окей Так Создание Альбиона Осы Ос агрессивный Жалом на улучшительных размерах Выброскивает яд В больших дозах Он смертельно опасен Непредсказуемая траектория полета Не позволяет как следует Перецелиться Усталым путникам следует Особенностерегаться Главу Улья Королеву Ос Жуки и жуки В альбионских лесах Имеют обыкновение Нападать скопом Это жестокие И опасные твари Одолеть их Может только Об этом С杆 Следует рисковать Нападая на колонию Тролля Это древний Ху-ху-ху Ты че дурак что ли Че такое Чи такое Пошли в жопу Короче считать я от не буду Давный, давный Королевство Архонта Управляло всем альбионом Мир был Тих И в нем цитал порядок Но многие боялись Что сила удерживающего Уйдет Архонт владел мечом Обладающую Невероятно Таинственные силы и древние оставили хроники о постепенных изменениях, происходящих с правителем. Современно не оно затронуло и само королевство. Странные постройки выросли по всему миру. Огромные статуи в доспехах охраняли четыре источника энергии и замок самого Архонта. Силовича затронул на всех и каждого, и скоро мир населили ужасные создания. Причина нападения королевства до сих пор никому неизвестна. Архонт и его меч исчезли, но тьма осталась. Хорошо. Ничего хорошего. Библиотека. Из этих книг можно много всего узнать. Да, если успеть их прочитать. Девять морей окружает Альбион, но на севере лежит пустошь. Одни говорят, что там ничего нет, другие, что туда прилетел, пришел валет мечей. В Старых Руквисе говорится, что раньше, пока не пришли ледники, там просирались могущественно империи. Библиотеки магических книг до сих пор ждут скрытые слои льда. А те, кто когда-то там жил, спят под ледяным покровом, готовые восстать. Когда придет время, и Альбион объединится под властью одного человека. Так, окей. Так. Жил никогда лучник, читавший себя лучшим во всей стране. Был он даже и лордом, но потерял расположение своих людей и оказался за решеткой по обвинению во лжи. Чтобы оправдать себя и заслужить свободу, он вступил в битву со страшными оборотнями. Он был укушен, но не погиб, а через некоторое время сам превратился в могущего злого оборотня. Шкура эта была настолько толстой, что обыкновенное оружие не могло пробить ее. И когда, одетая в красную накидку, женщина вывластила крепкую серебряную стрелу истины. Истины? Он даже и не думал, что ТАСС может пронзить его и был убит. И был убит. И был убит. Переводчики. И был убит. Оружие ближнего боя в Альбионе подразделяется на 4 типа в зависимости от материалов и способа изготовления. Самое примитивное оружие сделано из железа простыми кусницами. Стальное оружие существенно лучше, оно бьет сильнее, меньше весит и не затуплятся. Такое оружие делают только настоящие мастера. Третий тип оружия из обсидиана. Берет 3 уложенного материала остается загадкой. Многие считают его порождение темных сил. Изготовленное из него оружие темного цвета выглядит угрожающе. Весит мало и бьет очень больно. Но самым мощным оружием является маааастерская. Это безупречная. Вот какой идиот. Какой идиот. Ха-ха. Я не могу. Кончай болтать. Да ты, ты взрослый, закрой. Как вот вообще. Какой идиот вообще сделал, чтобы она вот так вот крутилась. Это же просто. Это бесчеловечно. Так, где там нас? Трактат о видах оружия, да? Может как-то. Может. Может как-то можно. Пейдж-даун что-нибудь. Ага. Хрен тебе лысого. Жесть. Ладно. Короче, тогда пока отменяться. Блин. Как же это раздражает. Вот хочешь книгу почитать, да? Историю немножко мира. А, иди в задницу. Все для удобства. Все для удобства. Оборотни. Все оборотни лесные. Люди волки. Злые, сильные, хитрые и быстрые. Но самый страшный среди них белые оборотни. Рожденные в полнолуния. Говорят, ими становятся те укушенные, что сумели преодолеть действие разрушаемого яда. Вместо того, чтобы умереть, стали частью плана. Предание древнего королиса упоминает серебряным оружием, выкованным специальным, чтобы убивать белых оборотней. Хобы. Полурассы жители лидолов и лощин. Хобы. Малорослые коренастые полу. Люди, в чьей крови пречется грязь и... Слезь, снизить, я не могу больше. Кракены. Короче, ладно. Это просто нереально читать. Это просто нереально читать. Так. Герои покидают гильду и делают свой выбор в пользу зла или добра. Часто этот выбор сталкивает их друг с другом. Иногда они сражаются до смерти. Бывало, такие сражения происходили одно за другим, и люди съезжались издалека посмотреть на них. Наконец была построена арена, и сражения стали крупнее и зрелищнее. Созданий со всего Альбионову выпускали на арену под мечи героя. С древних времен сохранилось только одно правило. Если один из противников этого хочет, бой будет идти насмерть. До смерти. Окей. Здесь еще арена тоже будет. Так, создания это я читать не буду, потому что опять мы там не успеем ни черта. Спасибо разработчикам, дебилам. Большинство драконов обидал никогда в Альбионе, но охотники древнего королевства убивали их ради забавы. Те, что выжили, улетели в горы и к северным пустошам. Понемногу они расстреляли свое могущество, а дыхание их не было уж таким смертоносным. Кроме человека, не было у них иного врага, но дракон есть дракон. И до сих пор, когда бы не случилась с ребенком обыкновенная детская неожиданность, говорят об этом увидел дракона. Хотя пары говорят, и просто опять обделался гадкий мальчишка. Окей. Но вроде все. Герой доброй езды нуждается в самодисциплине. И два клинок. Что за два клинок? Молодой и сильный мечник тоже. После выпуска он перестал брать задания у гильдии, когда понял, что может отобрать все, что ему нужно у кого угодно. Любовь к золоту и возмущение у других героев перевели к тому, что он ушел жить в лес и стал вором. Благодаря своей силе и жестокости он убил лидеров других разбойничьих кланов, объединенных и стал королем разбойников. Но в глубине души два клинок. Никогда не забывал о кодексе чести и помнил о гильдии, которая научила ему всему. Два клинок. Вот это прикол. Наверное, что-то там с этим, с переводом опять намудрили. Два клинок, блин. Так, это у нас таверна. А вот здесь, по-моему, у нас лавка. Это наша лавка. Подрастешь, сможешь в ней все покупать. Я понял. Здрасте. Привет, парень. А я могу? Нет, не могу. Извините, пожалуйста. Я хотел шлямзить баночку, но не судьба. Так, это внутренний двор. И тут вроде... Эта могила ждет героя, достойного лечь рядом с былыми легендами. Они все ждут? Так, а где карта? О. А, вот тут, по-моему, вот тут, по-моему, по-моему, по-моему... Да-да-да, здесь бегать надо вроде. Так, так-так-так-так, давай сохранимся. Так, окей. Сейчас побежим. Так, я... Я побежал за 50 секунд. Быстрее никто не может. Да я бы и быстрее мог, только я ногу надер. Да я кому угодно могу дать фору в 10 миль. Вот самый нагадый, это точно ты. Я самый быстрый. Надо подойти, чтобы... А вот и нет. Тап был. А вот мы говорим о том, что я самый быстрый бегун в гильдии. Я могу добежать до врат и обратно за 50 секунд. А ты? Смогу. А, попытаться выбить рекорд чекника. Давай. Тогда бежишь до врат и обратно и говоришь со мной через 50 секунд. Не знаю, с воротами надо говорить или нет, интересно. Я точно не помню, но в всяком случае поговорим по-быстрому. Хотя, может быть, и не надо. Ну, разойдись. Да ладно, чтобы сейчас не мешал никто. Давай назад, придурок, быстрее. 25 секунд. Вроде как успеваем. Буквально 2 секунды на бот. Я не знаю, надо было с ними говорить или нет. По-моему... По-моему... По-моему надо. Только попробуй. Один секунд, тормоз, успеваем. У-у-у, сюда. А вот и это. Потрясно. Как ты так смог? Я проспорил. Ха-ха-ха. 25 денег сюда. Так. Так-так-так-так-так. У нас здесь еще вот какой-то есть лоботерей. Теперь понял, да? Да ты, блин. Мне здесь нравится. В галерее так тихо всегда. Наверху живет Мейс. Боже мой. А, тут что заставка? Расстояние не имеет значения. Оракул должен быть защищен. Откуда такая уверенность? Ты можешь понадобиться нам здесь. Кто знает, какие битвы нам еще предстоят. Знаки слишком очевидны, чтобы их игнорировать. А северные пустоши слишком долго были отрезаны от гильдии. Там я смогу постичь больше. Какой-то вампир. Ну, надеюсь, никто не решит, что ты бежишь от битвы в надежде снова обмануть свою смерть. Люди ведь так любят болтать. Болтовня не имеет значения. Да минует тебя судьба, хитрец. Чего мнешься? Заходи. Чуть от глаза назад. Это был жнец. Когда-то он был великим героем, и некогда плоть покрывала его кости, и кровь струилась по венам. Ныне он пустая оболочка. Что ему ведомо о тяжести выбора гнетущего нас? Ну, я понял. Можно у тебя тут посмотреть? История гильдии. На последней странице обложки написана история слезы Эйва. Слезы Эйва. Мифического меча, который однажды уничтожил зло, вышедшее в мир после смерти Сольца. Самый обычный мага гильдии. И Сольца погиб, уничтожив водоворот, который грозил поглотить весь глушь. Чтобы произнести это заклинание, ему нужен был предмет, на который он мог бы сфокусировать всю свою волю. Он взял меч у мертвого сражника, вложил в него всю свою силу и швырнул водоворот. Взрыв уничтожил Сольца, и все вокруг. А меч исчез. Легенды говорят, что он еще существует, что он спрятан где-то в гильдии, и ожидает героя, который будет его достоин. Окей. Фига тут книг-то. Его никто не знает, а квалет мечей. Его не знает никто, но о нем знают все. Говорят, он стар, как древнее королевство, но обладает силой десяти героев. Говорят, он пришел из другого мира, чтобы сеять смерти и разрушения. Говорят, он просто легенда, и эту маску сотни лет носило множество разных людей, и каждый называл себя валетом мечей. Блин, валет мечей, двумеч какой-то, чего? Кем бы он ни был, он царит в сказках и ночных кошмаров, и его боятся даже в гильде. По-моему, это один и тот же человек. Нет, мальчик, его всегда можно... Иди в занятую, я случайно нажал. Блин. Таб, таб, вот привык я, по-моему, в этот... Так, кстати, вот тут есть что-то вроде. Хрен лысого. Привык в этом, в Dragon Age, там на таб все подсвечиваться, блин, а тут на таб говорить. Блин, это вот все отголоски консольного этого прошлого, блин, пипец. Очень удобно управление, просто караул. Так, и по-моему, там нам яблоки надо еще собрать. Я как помню, давайте сразу сейчас везде пробежимся. Яблоки соберем. Так, яблоки. Съедать у того жнец не бывает, я понял. Окей. Так, они тут по всей карте разбросаны. Вот где-то вот здесь, видела. Вот что-то... Да, вот. Ну, подожди ты. Так, красные... Я точно не помню, сколько их надо. Да, вот еще сундуки здесь есть с циферками. Это сколько ключей надо, да? У нас пока ключей вообще ни одного нет. Отлип от подушки, наконец. Да ты помолчи, старый. Козел. Подожди. Вот я тут еще дел полом. Мне там надо этот самое. По-моему, яблоки еще потом появятся опять, когда мы... Ну, этот... Следующий... Как это назвать? Этап игры, что ли? В общем, к следующему этапу игры перейдем. Тогда они вроде опять заново появятся. Так, сейчас можно их сразу будет сдать. Слушай, ты мне не поможешь? Да подожди ты. Я твоим этим сундукам хочу помочь сначала. А вдруг там что-то есть. Не, нифига там нет. Очень жаль. Как-то скутненько у вас тут. Да. Мне надо в конце недели испечь для наставника яблочный пирог. Какая-то странная формулировка. В конце недели. Но я не могу найти еще больше зеленых яблоков. Я только нужна еще четыре. Четыре штучки нужно, да? Если найдешь, принеси мне, ладно? А я тебя отблагодарю. Видали, как выпендрилась просто, что знат английский. Ну, посмотри, ну перед ребенком-то хоть постыдилась бы, я не знаю. Да. Зараза-ка. Спасибо. Вот спасибо тебе. Наставнику пирог понравится. Вот. Держи. Деньги давай. На, вот. Так, а что надо добавлять? Вкусный пирог и полезный, конечно. Спасибо тебе, герой. Кстати, тут еще можно толстым стать, по-моему. И, ну, типа, накачанным, если там прокачиваться. Тут живут всякие слуги. Ясно. Я понял твои отношения. Так, вот. И мне хочется попробовать, если можно, здесь толстым поиграть. Вот это, наверное, будет прикол, да? Никто никогда не играл толстым. Мне охота попробовать отожраться, поэтому все эти пироги сейчас... Хе-хе! Пойдут по ремонту назначения. Так. Давай. Ну, гад, чучело. Прикинь, видно, с мозга. Ударь чучело как можно сильнее, а ты к нему поворачиваешься. Так ты перелезь сначала через забор-то. Нажмите пробежку при цельсии. Перетащи. Так, да, там все знаем. Это все мы знаем. То есть вот мы в цель берем и понеслась. Надо 7 ударов сделать. Слабовато выходит, верно? На-ка, попробуй этим. Дрын какой-то дал мне. Урон 20. Модификаторов нет. Текущая цена 5. Вес легкая. Окей. Так, нажмите куш, чтобы взять палку. То есть фу нажимаем и погнали. Опять пробел и поперли. 7 раз. Сейчас виспер надо будет еще драться. Да, так-то лучше будет. Еще и опыт ему наналяется. Когда ты убиваешь врага, из него выпадает искорка опыта. Она содержит знания, приобретаемые тобой за победу над врагом. Искорки эти обязательно надо собирать, а то ничему не научишься. Иди подними. Так, левый шифт нажимаем и он... Молодец, мальчик. Ну а завтра мы займемся... В гильдии бьют тревогу. Похоже, в лесу появились какие-то твари. Это возможность испытать твою силу духа. Займись этой проблемой, а я буду ждать тебя у выхода из леса. Вернешься, обсудим начало твоего обучения. Еще, кстати говоря... О, задание началось. Еще, кстати говоря... А, да вот, жуков перебить, это фигня. Перебьем сейчас. Так, а что из-за информации? А, нет обещаний, окей. Обещания дурацкие. А здесь я помню баг какой-то у меня был, что я вот на этом этапе, после убития жуков, обратно, ну, сохранился, да, и вышел. И у меня все поломалось. Вот это была дичь, конечно. Я не знаю, сейчас... Наверное, надо вот это все обучение одной серии пройти. Иначе вообще хана. Так, вот здесь, по-моему, они будут. О, а, да, блин, на карте для дураков. Ну-ка, идите сюда. Сейчас всех. Здесь все для дураков. Вот цель вы, этот, пробел сделал, и он автоматически новую цель ищет. Красота просто. Так, где там еще? Все, отлично. 20 обещаний у нас нет. Все выполнено. Все собираем. И здесь вроде больше ничего нет. Поэтому можно обратно. То есть, в принципе, такой... Да, еще, кстати, видите, вот крестик вверху с единичкой. Это бонус опыта. Чем больше он накапливается в битве, тем больше мы при убийстве мобов получаем опыта, да, выпадает. И он сбрасывает при ударах. То есть, мы ударяем, он набирается. А когда нас бьют, мы получаем урон. То есть, он убирается. То есть, тоже немаловажная штука. Вот. Ты когда с толпой с огромной дерешься, тоже прикольная штука, прикольная штука. Надо обязательно будет пользоваться ей. Молодец, мальчик. Эти насекомые нам весьма досаждали. Вот. Ты заслужил небольшую сумму на карманные расходы. Если хочешь заработать больше, уверен, услуг найдется для тебя работа. А нет, так отдохни. Да, это вот про этот. Да, вот. Безопадное детство и стать учеником. Да, вот это обязательно перейти, потому что мы все квесты выполнили. И погнали. Гильдия стала для мальчика всем. Память о пожарящей все еще жгла его сердце, но вскоре он перестал думать о чем-либо, кроме тренировок, и сделался сильным и ловким. Дни его были наполнены тяжкими упражнениями. Ночи – занятиями в библиотеке. Как и предсказывал Мэйс, спустя несколько лет он стал послушником Гильдии. Начиналась настоящая учеба. А ну, вставай, Лешебока! Нас, между прочим, наставник ждет за ручьем. Давно уже ждет? Час, наверное? Во, муки. Давай, пошевеливайся, бегом! Ты че моет команду с женщиной, я понял. Так, ну-ка давай, обыскиваем, что-нибудь есть? О, смотрите, опять знак Кридона. У нас такой уже есть. Слушайте, офигеть, мы сейчас все книги обратно получим те же самые. Прикинь, у нас, получается, история о любви. Ральф был героем сражающимся искусно и бесстрашно, но лица его была покрыта боевыми шрамами, так что ни одна... Так, это мы читали, да? Слишком поздно нам понадобилось. Слушайте, так мы, получается... Ну, это две... Это вторые книги у нас уже, да? Так, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лам. Данные, снаряжение... Хе-хе, нет, не снаряжение! Ой, боже мой, журнал! Так, задания... Наверное, данные, да, вот данные. Знак коридона. Да, получается, у нас ужасность минус 10, привлекательность минус 10. Прикольно. Так, ну и... Так-так-так-так-так-так. О любви там что-то, да? История о любви. Да. Второй раз. Не дало. Блин, пипец. Извиняю, что-то зачихал. Второй раз, получается, книга-то не далась. Но, а я не знаю... Не помню точно, читали мы, нет. Поэтому заново все. Пробежимся. Мико. Это мы знаем точно были. На всякий случай, мало ли, что-то... Я не знаю, запрограммировано здесь или нет. Но на всякий случай пробежимся, мало ли что. Вот, а потом уже тогда дальше двинем в главный зал. У нас там надо еще будет проходить 3 каких-то там эти... Испытания, если меня измят память. То есть на... На магию, на... Из лука пострелять, в общем, и это. Это на обязательно все пройти. Потому что, если мы на 5 с плюсом пройдем... Испытания это, да? Не испытания здесь называются как-то... Тест или что-то такое. В общем, какой-то... Выпуск... Выпускана шляпа. Вот. И, по-моему, мы, кстати, можем что-то покупать здесь сейчас. Здорово. Могу я вам чем-то помочь? Да. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Нихрена себе! Ну вот разве что перчатки, но... Вы только гляньте на эти цены! 700! У меня 96 монет. Ты что, дурак? Боже, нагрудный доспех. 507 он стоит для меня. Нифига себе! Ах, ты маленький негодник! Ах, ты... Скупердяй старый, Валин. Ну ты свои цены посмотри, Бармалей. Обалдеть! Так, я так понимаю, книг мы все уже там изучили, да? Не пойму, как это у него вышло? Я... Ну-ка, провозгласить. Подумаешь, беготня это для придурков. Да, и сам бегал только что. Блин, он... Сколько лет уже прошло? Наверное, года-два, да? От обучения. Он до сих пор еще расстраивается, что я победил ее в этих... В бегах. Вы только прикиньте! Это просто дичь. Так. Валет мечи, это все знаю. История гильд... Да, получается, в каждом этом... Определенная книга. Если мы один раз все посмотрели, значит, другие... Другие разы там будет то же самое. Да, ты не так быстро. Так, сейчас быстренько еще сюда. Мы, кстати, не смотрели еще про таверну, поэтому давайте зайдем сюда. Я точно не помню, что здесь. Совершить сделку. Готов помочь. А, шоколадные конфеты. О, кстати, толстяком-то будем. Сколько они стоят? 15! Ха-ха! Это для нас! Пивная бочка сюда. А, это для торговли, да, получается? Следующая ставка 3 дня. Короче, красное мясо вот это все надо есть. И, видимо, можно стать толстым. Я точно не знаю, но надо будет, кстати говоря, посмотреть. Трактив! Прикольная тема. Трактив, не так ли? Так, ага, все, трактив. Окей. Так, у нас... Ну, да, сейчас будем с Whisper драться, но это уже в следующей серии. Сейчас зайдем сюда. Подожди ты, я не хочу с тобой говорить. Опять я табом подсвечиваю. Да, это четко убралось. Сейчас чисто проверить. Да, ничего тут нету. Да еще застрянь. Да. Ладно, ребятушки, давайте, наверное, тогда эту эпопею пока закончим. Вот, и в следующей серии начнем уже проходить испытания тогда. И там дальше уже выпускной. И, в принципе, выход в большой мир. Вот, а там уже начнет самое интересное. А тогда все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем добра, друзья. Всего самого хорошего. Субтитры подогнал Игорь Негода.